Привет, друзья! Это канал Music Market. Меня зовут Иван Захаренко. В сегодняшнем видео мы решили устроить небольшой эксперимент. Сегодня мы рассмотрим три бюджетные гитары, разница в цене которых составляет примерно 50 долларов. И посмотрим, стоит ли переплачивать эти 50 долларов и как эта сумма влияет на качество гитары. Готовы? Поехали! Итак, в руках у меня самый бюджетный инструмент нашего сегодняшнего обзора. Гитара от компании HomeAge. Модель называется LF3900. Вот такой яркий, веселый желтый цвет. Инструмент выполнен в компактном корпусе Folk. Сделан он из клёна и поэтому имеет достаточно легкий вес, что также является неплохим бонусом. Гриф сделан из клёна. Внутри имеется анкерный стержень, что позволяет регулировать высоту струн над грифом. Колковая механика открытого типа, достаточно простая, но это неудивительно. Сам по себе инструмент, повторюсь, достаточно бюджетный и является идеальным вариантом для походов. Если вы любите выйти с гитары из дома, допустим, на дачу, в деревню, на шашлыки или ещё куда-то, то, пожалуй, это самый идеальный вариант. Давайте послушаем, как же он звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий инструмент от компании Flight, модель D-130. Выполнен он в достаточно объёмном корпусе дредноута и сделан из более традиционных материалов. Верхняя дека сделана из ели, обечайка и задняя дека выполнены из агатиса. Гриф сделан из махагони с накладкой из дерева кабукали. Колки тут уже литые, выкрашены они в чёрный цвет и очень гармонично сочетаются с общим чёрным цветом инструмента. Если вы являетесь поклонником чёрных гитар, то, пожалуй, идеальный вариант. Давайте послушаем, как она звучит. И третий наш сегодняшний инструмент от компании Ramis. Модель называется RAC03CNL. Выполнен он в корпусе дредноут и, в отличие от предыдущих инструментов, имеет вырез для удобного доступа к верхним ладам. Материалы корпуса, верхняя дека сделана из ели, обечайка и задняя дека из экзотического дерева бубинга. Гриф выполнен из нато с накладкой из палисандра. Вокруг корпуса имеется защитная пластиковая окантовка. Ну и вообще стоит отметить, что производители уделили особое внимание дизайну инструмента. Обратите внимание, стандартные отметки ладов в виде точек заменили вот такими интересными блоками прямоугольными. Перо грифа имеет перламутровую окантовочку. Также на пинах используется перламутр. Ну и фурнитура имеет вот такой позолоченный цвет. В общем, друзья, глаз радуется. Давайте проверим, как же звучит этот инструмент. Музыка 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 Итак, первый инструмент от компании HomeAge, пожалуй, лучше всего подойдет для того, чтобы взять его с собой в поход. Если вы любите шашлыки, палатки, путешествия, то это идеальный вариант. На нем лучше всего играть аккордами, что-нибудь такое дворовое, костровое. Супер вариант справляется со своими базовыми, тем не менее, задачами. И также, друзья, если у вас нет чехла, то вполне забросили в багажник машины и поехали в поход. Следующий инструмент от компании Flight звучит намного интереснее, и поэтому он лучше подойдет для того, чтобы делать свои первые шаги в обучении игре на гитаре. На нем можно исполнять какие-то более серьезные вещи, чем просто, скажем, аккорды в первой позиции. Ну и третий инструмент от компании Ramis, пожалуй, самый лучший из представленных сегодня гитар. Если вы настроены обучаться серьезно и хотите делать это качественно, то выбирайте именно этот инструмент. Друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. Играйте только на хороших гитарах, и увидимся с вами уже в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok